Всем привет! Это обзор на наушники AKG, которые идут в комплекте с Samsung Galaxy S8. В общем, в чем беда? С наушниками это все в порядке, но суть в том, что я не нашел никакой официальной информации о характеристиках этих наушников, ни на маркете, потому что их тут просто нету, ни на официальном сайте Samsung, потому что тут какие-то маркетинговые хрен знает что. В общем, описано непонятно, что true sound. Отлично, как это много говорит обо всем. Просто вот я... В общем, тут картиночки просто, да и все. Это вы можете посмотреть в обзоре текстом, который будет находиться под описанием этого видоса. Ни на официальном сайте AKG. Тут этих наушников вообще нету. Такое чувство, что они просто их сделали на AirPhones Tuned by AKG. Вот так вот. Есть еще красный цвет? Нифига себе, я не знал. Интересно, а где достать в красном цвете? Наверное, с красным смартфоном идут красные наушники. Итак, я взял себе черный смартфон, поэтому мне попались черные наушники AKG. В чем прикол этих наушников? Ну, во-первых, сама форма наушников довольно-таки не типичная. Во-первых, форма придает дополнительный комфорт. Когда вы надеваете наушники, вот большой цилиндр, скажем так, вот этот большой круг, он полностью входит в ушной канал и держится именно по самой грани. Держится вот здесь. Помимо этого, очевидно, что в наушниках нестандартная динамическая диафрагма. Я уже чуть было доделал обзор, но забыл рассказать об одной важной фигне. В общем, эти наушнички обладают системой двойной мембраны. Что это означает? Это означает, что в одном драйвере расположилась одна 8-мм, а вторая 11-мм мембрана. Первая отвечает за высокие и средние частоты, а большая отвечает за низкие частоты. В итоге мы получаем сбалансированное, насыщенное и небывалое за это цену для динамических наушников звучание. Наверное, именно из-за этого наушники стоят своих денег, во-первых, чтобы купить их отдельно, а во-вторых, они довольно универсальны в плане звука, и мне очень понравились. Фигово, что они сделали вот здесь резиновый провод, скажем так, шнур резиновый, а здесь он как бы идёт из плетённого такого материала, похожего на шнурок. Вот шнурок очень удобный, во-первых, он не цепляется за одежду, не тянется, он очень удобно скользит по коже, и, короче, нет практически никакого микрофонового эффекта и всего остального. К тому же он довольно-таки крепкий. То есть это добавит, оплётка вот эта вот тканевая, она добавляет дополнительной долговечности. Что касается штекера, он не L-образный, что, собственно, логично, потому что в Samsung штекер находится для наушников не сбоку, как во многих телефонах старых, а именно снизу. То есть, когда вы засовываете телефон в карман, то штекер прямо выходит вверх, и то есть не будет находиться в состоянии какого-то перелома и чего бы то ни было. Что касается соединений здесь, тут всё тоже более-менее в порядке. Я думаю, никаких особых переламываний не будет, и наушники продержатся годик при активном использовании. Далее по стандарту тут идёт разветвление с вот этой ездящей штучкой. Точно не знаю, как она правильно называется. И ещё один важный момент – это пульт управления со встроенным микрофоном. Пульт у нас трёхкнопочный. Микрофон находится сзади, вот это вот маленькое отверстие, это микрофон. В чём минус? В том, что он не умеет переключать почему-то треки. То есть, при долгом зажатии минус или при долгом зажатии плюс в большинстве гарнитур для телефонов происходит переключение дорожки вперёд или назад. Здесь же ничего такого не происходит. Я, если честно, был очень удивлён, и я не понял вообще, в чём прикол, и почему это не было сделано. Потому что это очень удобно, если, допустим, ну, понятно, зачем это. Всё остальное, во всём остальном, это стандартные функции тише, громче, play, pause. То есть, ответ на звонок закончен. В принципе, это всё. Наушники выглядят очень привлекательно. Конечно, наушники выглядят как-то вот так. Ну, в принципе, как по мне, их огромный размер по отношению к другим аналогичным моделям. Вписываются довольно-таки органично. Бушак держится очень удобно и вообще отлично. Вот по комфорту я бы поставил там, я не знаю, 9 из 10. Ну, потому что всё-таки всё-таки это не самые комфортные наушники в мире, но они очень удобные. Самые комфортные вы можете найти тоже по ссылочке в описании. В комплекте идут всего лишь вот такая вот пачечка с амбушюрами, которую я даже пока не распаковал. Вот самое время, наверное. И в комплекте идут всего лишь две пары амбушюр. Одни более большие, чем на наушничках. На наушничках средние и более маленькие. Амбушюры сами по себе очень удобные. Они сделаны из силикона. В принципе, всё. Я очень доволен наушничками и очень доволен телефоном, потому что это действительно 21 век, как говорил кто-то из обзорщиков на YouTube. Это действительно знаковый телефон. И я всем рекомендую как Samsung Galaxy S8, потому что это реально топ. Очень удобный, мощный, красивый и всё остальное. Так и наушники AKG. Как они правильно называются? Airphones tuned by AKG. Oh yeah. В общем, да. Доступны не в двух цветах, как видите. Я об этом узнал 10 минут назад, но не важно. В общем, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и смотрите полный текстовый обзор под описанием этого видео. Всем пока. Спасибо.